Девушки отдыхают Но мы попали на создание этой самой выставки, которая открывается сегодня вечером. Вообще, эта выставка – часть огромного цикла экспозиции, которая проходит не только в городах Латвии, но и в Эстонии. Сегодня мы открываем центральную выставку «Рижские фотографии Беннали-2018». Ее название – это «Эра экрана-1. Автопортрет». И она говорит именно об сегодняшнем дне, как человеческая идентичность совмещается с тем фактом, что в наше время очень много технологий, развития технологий. Мы все сидим в экранах, мы все сидим в телефонах. И как традиционные вещи, как человечность, как чувства, как все, как это выживает в этих достаточно таких безжалостных условиях технологии. Как всегда, все серьезно, все по-зрослому. Самопоздание, социальная динамика, политическая подоплека, культура перевоплощения и самореализация. Чтобы сказать этот стендап, мне понадобилось три попытки. Каждый раз, проходя мимо этих фотографий, мне хотелось уйти отсюда. Концепция – странные участники, считая странные юбиляры, то есть те страны, которые в ближайшее время перешагнут вековой рубеж. Правда, с оговоркой. Например, здесь есть Литва, Эстония, Польша, Финляндия, но при этом есть Германия, Франция. В общем, это выставка как грамматика русского языка. Нет-нет, да обязательно какое-нибудь исключение найдешь. Идея работы. Это буднящая археология. Это анимированный комикс. Которая будет основываться на пластике и дополненной реальности, а также геологии в эпоху антропоцена. Эта фотография меня, сделанная со спутниками. Когда я был ребенком и пытался понять людей вокруг себя. Сейчас большинство фотографий – это селфи, которые мы делаем с очень близкого расстояния, поэтому я попытался сделать снимок с максимально возможной дистанции. Быть художником? Быть полезным обществом. Осознавать происходящее вокруг нас. Всегда задаваться вопросом. Счастлив ли я? Да, я счастлива. Да, я счастлива. Ханна Свидеман – немецкий художник, который несколько лет прожил в закрытом поселении в Америке. Закрытое поселение занималось тем, что вживляло в себя технологические штуки и пыталось с этим как-то жить. Насколько эти работы можно считать искусством, несложно сказать. Но, возможно, студент медицинского училища оценит по достоинству. Если дойдете до этой выставки, обратите внимание на работу литовского художника Пау Пейпера. Здесь самое главное – это подписи. Потому что помимо названий есть еще определенный код. Этот код означает то, как искусственный интеллект, грубо говоря, считывает ту или иную картинку, ту или иную реальность. Всегда есть небольшая доля погрешности, поэтому здесь вместо груши написано, что это зеленые яблоки на столе. Здесь у нас не просто поваленное дерево, а жираф. Вот, зебра. Можно было бы предположить, что этот художник так пошутил постмодернистки. А на самом деле это, по большому счету, прикололся робот. Ей здесь и латвийская художница Лига Спунды. Шесть лет назад она закончила магистратуру в направлении визуальной коммуникации. Тут же сделала свою выставку, что-то очень мультимедийное, и получила стипендию мецената Инары Тетеревой. Вот, спортива. Есть работы польской художницы Анетты Грешиковски. Несколько лет назад она сделала серию портретов, это такие фотографии на паспорт. Разница была только в том, что этих людей не существовало, они были полностью нарисованы в фотошопе. Давай уйдем отсюда. Польская гостья хотела показать, что сейчас больше внимания уделяется не целому человеку, а только его фрагментам. Силы селфи. Но ее видеинсталляцию мы, к сожалению, досмотреть до конца не смогли, и нам стало неприятно. А вот английская художница Кейт Купер. Любовь к творчеству и страсть к искусству родители взращивали в ней с детства. Получилось у них или нет, судите вам. Понятно, что роль фотографии сейчас огромная, и выставка предлагает рассмотреть этот тип искусства в рамках более глобальной картины. И эра экрана один автопортрет является центральной частью не только этой выставки, но и сей биеннале. Нереальное в реальном. Человек в технологиях и технологии в человеке. Рижское фото биеннале – единственная выставка, где все смешалось в доме Облонских. Мне так и не удалось составить свое мнение. Нравится мне эта выставка или нет. Может быть, вам повезет больше.